Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Догвель. Как вы уже поняли по названию видео, мы сегодня поговорим о такой породе японской, как Сиба-Ину. Мы поговорим не только о характере и особенности породы, но и познакомимся с владельцем бетонника Сиба-Ину Светланой Есиной. Сиба-Ину Светланой Есиной Как эта порода появилась, зародилась? По разным данным и разным источникам, уже ископаемым, эта порода, аборигенная порода, эта порода появилась естественным путем в Японии. Дата варьируется где-то 3000 лет назад. То есть это древняя японская порода, аборигенная. Аборигенная это значит, что собака имеет под собой дикие корни и постепенно вошла в симбиоз с людьми и стала жить рядом с ними. Вот она, собственно, с тех времен существует в Японии, живет рядом с людьми и какого-то особенного предназначения она не имела. Просто собака, живущая рядом с людьми, в их складываемом социуме, который был на тот момент. Ну, естественно, эта собака участвовала в какой-то деятельности людей, ходила с ними на охоту, естественно, потому что собака помогает. Они очень хорошо ловят мышей, крыс. Вот, я думаю, что они выполняли эту функцию в деревнях, да, такая, типа кошки. И, в общем-то, эта собака на самом деле имеет кошачьи манеры. Так что я думаю, что, ну, я так думаю, что, наверное, где-то функцию кошек они выполняли, потому что, ну, по их размеру навряд ли они в состоянии что-либо охранять. Да, для охраны у японцев были другие породы, более крупные. Вот, а эта собака маленькая, которая легко сама себе добывает пропитание в виде дичи. Она прекрасно ловит мелких птиц. Мелкая дичь, получается. Да, 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 мелких птиц, грызунов. Особенно за ней смотреть не надо, они абсолютно самостоятельные. Самостоятельные, но, тем не менее, они очень любопытны. Они любят быть в центре событий, так вот, за любой кипиш, кроме голодовки. А в центре внимания, да, да. Вот, и, конечно же, они, естественно, ходили с японцами на охоту в деревнях, да, и вплоть до того, что есть данные, что они ходили там на кабанов и медведей, помогали загонять этих животных, держали их как лайки. И, ну, как бы, дожидаясь, пока люди их поймают. Ну, естественно, от людей они получали с их стола лаком. Ну, как обычно, да, это симбиоз. Вот в таком варианте эта порода существовала в Японии до начала прошлого века. Потом начались изменения в Японии. Завезли очень большое количество собак из Европы, в том числе немецких овчарок, охотничьих пород разных, бегли и так далее. Привезли культуру с собой, да, культуру охоты. Привезли культуру служебного споководства. Ну, и, конечно же, как и всегда, на стыке двух культур, когда одна культура завоевывает себе пространство в другом культуре, а это островное государство, то есть там особенно некуда вырвать. Да, все это очень быстро интегрируется, мгновенно. И, естественно, японцы потеряли большое количество своих истинно японских пород. То есть их перестали заводить у себя, да? Ну, их, во-первых, перестали заводить. Во-вторых, ну, как, понимаете, человек всегда хочет сделать что-то лучшее. Это касается всех национальностей, неважно, кто японец, кто ямель, без разницы. И глядя, например, как работают служебные собаки, и глядя на то, как работают охотничьи собаки, японцам хотелось из своих собак сделать такие, принести рабочие качества в породу. Поэтому, естественно, их метизировали. Добавляли крови, пытались сделать что-то такое среднее. Овчарку из сибы. Да, из сибы, кстати, может быть, да? Потому что, скажем так, стандарт сибы определен только с того момента, как сибу стали уже обратно возвращать. А раньше не было стандарта, да? То есть есть несколько видов сибы, есть несколько видов линий сибы. Их фенотипические, понимаете, да? Фенотипический вид – это внешний вид. Вот этот фенотипический тип, он как бы разный, может быть. Это в том числе варьировалось от тем, где жила собака, на каком острове. Потому что у них на одних островах много снега, на других островах мало снега. Это количество шерсти или это окрас какой-то? Это много параметров. Это и окрас, и тип шерсти, и рост, и цвет глаз, и общий тип костика, менее костистые, более костистые. Потом, понимаете, местность разная. Ну да, где-то холоднее, пожарнее, соответственно. Да, это одно. Потом местность разная по рельефу. Там, где, соответственно, более плоское пространство, там один вид собаки. Там, где горы и холмы, по-другому ходят собака, ходит животное. Ну, другой внешний вид собаки. Естественно, меняется. Механика, биомеханика. Да, 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 мышцы все другие. Конечно, и мышцы, и связки, и кости, все другое. Поэтому общий тип, вы видите, другой тип собаки. Поэтому типов тоже, в общем-то, или не было, ну как, достаточное количество. Создать какой-то единый стандарт, это сделали уже только после того, как более-менее эту собаку стали возвращать к какому-то там унифицированному виду, как хотели его видеть японцы. Сделали стандарт и постепенно стали к этому стандарту двигаться. Японцы не заметили, как потеряли эту собаку. И потом, после Великой Отечественной войны, после всех болезней и так далее, они поняли, что они потеряли свои... ну, как очень часто бывает, да? Просто вид потеряли. Да, потеряли свои исконные породы собак. И была организована организация под названием НИПА, которая явилась собирателем, заводчиков и людей, которые были готовы эту породу возвращать и возрождать. И началась активная работа над возвращением СИБЫ. Селекционер. Да, методом очистки кровей. Ну, то есть вылавливались сначала самые близкие по картинку представители, да, с природы. Или там собирались по деревням, ездили. Там у кого что осталось, да, с этой собаки. И потом ввязали, отбирали щенков максимально приближенных к стандарту, который они себе нарисовали, да. И так далее пошло уже развитие породы, ее селекция, ее возрождение. Вот. Я вам могу сказать, что сегодняшняя СИБЫ, да, в том виде, в каком она видит, и даже по стандарту, и как мы все приближаемся к этому стандарту, она слегка другая, чем та СИБА, которая археологами находилась там 3000 лет назад и развивалась, и даже совсем другая, чем та СИБА, которая была в начале пути этой селекции. В Японии считается так, что они еще не пришли к идеалу СИБЫ, которые нарисовали с их пор. Они продолжают этот отбор, они продолжают эту селекцию. У них есть огромные совершенно выставки, которые беспрецедентны. По СИБЫ, но только. До тысячи представителей собирается. То есть правильно можно даже сказать, что самая популярная порода в Японии – это СИБЫ. СИБЫ, СИБЫ. Но это их достояние. Эта собака была объявлена достоянием Японии. То есть это как их символ в том числе. СИБА. Да, прям круто очень. Светлана, подскажите, а почему вы для себя выбрали эту породу СИБЫ? Вы знаете, я в своей жизни занималась 10 лет назад другими вещами и стала заводчиком. Вообще я не думала никогда, что я им стану. Так сложилось, что мы с мужем завели себе собаку этой породы. И эта собака была очень непростой, очень сложной. Мне пришлось с ней много работать, понимать характер, понимать, почему так получилось, почему у меня такая сложная собака. Особенная, можно сказать. Ну, вы знаете, для всех, для любого человека, любящего свое животное, его животное особенное. Конечно, конечно, конечно. Вот. Просто, ну, каждый, наверное, заводчик имеет свою историю прихода в кинологию. Вот, собственно, я имею свою историю. Собака, которую мы с мужем завели, она была, ну, по документам породы Сибы, но по, как я потом выяснила, по ее виду, складу и так далее, не совсем соответствовала тем стандартам, которые должны бы были быть, скажем так, эталоном для разведения заводчиков. Ну, этому есть объяснение, на самом деле. Это я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что заводчик, например, виноват. Обстоятельств очень много. Порода сложная в разведении. Порода очень тяжелая, очень непростая в разведении. К нам в Россию эта порода пришла где-то около 15 лет назад. То есть она вообще у нас ее не было. Ее привезло очень небольшое количество людей, и не все из них были кинологами, не все из них были когда-то заводчиками. Это просто были некоторые энтузиасты, которым понравилась эта собака. Имели деньги, имели возможность ее привезти, они ее привезли. И она точно так же и покорила их сердца. Как она покорила сердца миллионов японцев. Да, согласна. Да. Вот. И, естественно, дальше учеба, школа и так далее. Все жучатся на своих ошибках, а не на чьих-то других. Еще очень большая сложность в том, что сами японцы до определенного времени, я сейчас не буду придумывать до какого, не разрешали вывозить собаку из Японии. Так как они считали, что собака еще не готова к тому, чтобы показать землю. Ну, вы же понимаете, шило в мешке же не утаишь. Не утаишь, да. Конечно. Естественно, всю жизнь с того момента, как эту собаку стали возрождать, ее, естественно, вывозили и в Америку, и в Австралию, и в Европу вывозили. Питомники там существовали, европейские, американские, австралийские. И эту собаку разводили. Ну, дальше как разводили, так разводили. Как получилось, так получилось. Как получилось, так получилось. Да, представители этой породы было очень немного. Возможно, и митизировали опять с кем-то, с какими-то другими лайколоидами, да, близкими по духу. Поэтому и так, в общем-то, тип Сиба было достаточно много. А тут его еще, в общем-то, размножили в мире. Удивили, наверное, японцев. Да, да, японцы страшно удивлены. Ну, с другой стороны, вы знаете, они же восточные люди, у них своя философия. Они считают так, что у каждого свой путь. Ну, как бы, каждый им идет. Им просто надо не мешать по нему идти. Они просто приезжают, созерцают, смотрят, говорят свое мнение. Кто хочет, слышит. Кто нет, кто не слышит. И дальше все равно все сложится. Конечно. Да, да. Это философия. Я вообще близка восточная философия. Я занимаюсь боевыми искусствами, поэтому, возможно, мне эта порода тоже очень близка. Близка по духу стала. Вот. И поэтому тогда, 10 лет назад, появившись у меня, эта собака захватила меня своими качествами, захватила меня своей вот этой вот неизвестностью, вот этим вниманием, которым нужно было ей уделить, тем, что с ней сложно работать. Наверное, как бы, есть люди, которые уходят от неприятностей, которые с ними разбираются. Я, наверное, отношусь ко вторым людям. Вот. Мне было очень важно разобраться с этим. Ну, и в процессе, пока я со всем этим разбиралась, выяснилось, что я готова заниматься разведением этой собаки, потому что уже очень много узнала. Подумала, почему бы мне свои знания не пустить в русло определенное. Ну, нужное дело. Нужное дело, да. Ну, уж не знаю, насколько кому нужное, но мне нужное. Это самое главное. Вот. Поэтому я занялась этой собакой, этой породой. И вот теперь у меня питомник Сибаину. У меня очень хорошие крови. Я считаю, что питомник у меня тоже хороший. Он небольшой по сравнению с множеством других питомников, которые сейчас есть. У меня питомник небольшой, пометов у меня немного, но разведение точечное. То есть, я стараюсь не методом числа делать отбор, а методом качества. Понимаете, что же, это же природа. Попробуй тут, предугадай, какое качество будет. Тем более, эта порода имеет свои нюансы к разведению. Специфические, профессиональные. Вот. Но все равно, конечно же, я стараюсь подбирать очень скрупулезно пару, потому что у меня там не 100 щенков в год, а 25. И, соответственно, мне из этих 25 очень важно, чтобы процент попадания в десятку был как можно больше. Это буквально, наверное, 5 пометов в год, да, получается? Ну да, сейчас... Да, да, 5-6 пометов в год. Да, это очень немного. Это прям колоссально мало. Но... Заточенки. У меня хорошие. Заточенки. Да, у меня есть определенные принципы, по которым я работаю. У меня есть главный, основной принцип моих собак, это устойчивая психика. Ну, естественно, естественно, я смотрю на стандарт, естественно, я ему соответствую. Естественно, у меня собаки должны быть похожи на Сибаину, естественно, у меня собаки должны быть вида Сибаину и полностью им соответствовать, да. Ну, мои собаки принимают участие в различных выставках, шоу, выигрывают их на различных уровнях. А что касается моих, как бы, именно внутренних желаний и стремлений, я делаю рабочие качества собаки. Мне это интересно. Я вообще люблю ну, как бы, дрессировку, занятия, вот эти все вещи. И я занимаюсь со своими собаками, ищу им применение, да, хотя применение им не свойственно, как я уже сразу сказала. Ну, да, что они просто рядом с человеком. Красивая. Да, компаньон. Ну, хотя компаньон у нас с точки зрения кинологии подразумевается несколько другое, но будем так ее называть. Она может быть компаньон. Она японский компаньон. Да, японский компаньон. Со своей философией. Да, да, все верно. Дальше буду смотреть, насколько мне удастся эти рабочие качества развить и поддержать собаке. Ну, собственно, это так и делалось всегда в кинологии, да, когда какой-то породы вырабатывались рабочие качества, то, собственно, дальше их поддерживали на протяжении определенных хватило бы времени с жизнезаводчиком, это называется. Да, ну, я думаю, что, да, что мне хватит достичь каких-то результатов, посмотрим. Ну, вот мои цели такие, да, для этого, естественно, для того, чтобы собака работала, у нее должен быть определенный склад психики, она должна быть абсолютно ориентирована на людей, она должна быть абсолютно подчиняема людям, иначе, конечно, не получится никакой работы. Конечно, если она сама себе на уме, то это уже нет. Да, 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 да. Ну, вот это вот мои основные принципы работы, и вот так поэтому дальше двигается в моей деятельности. Светлана, расскажите, пожалуйста, о характере породы, насколько она активна, какие-то у нее, может быть, породные качества, есть особенности этой породы. Сиба – это активная собака, связано это в том числе с ее размерами. На самом деле, чем собачка меньше, тем она подвижнее, чем собачка больше, тем она вальяжнее. Ну, это касается вообще всей живой природы, да, не только собак. Вот. Сибоподвижная собака ввиду своего размера и своей конституции, и она очень любопытна, страшно любопытна. Любопытство – это прям вот это, они прям вот любопытны прям, я не знаю, с самого прям детства. Собака с нормальной психикой неуемно любопытна. Он, они, им все интересно вокруг них до бесконечности. Это тоже связано с их породными аборигенными особенностями. Очень любит учиться на своих ошибках, напивать себе гравли на нос, да. Дальше все зависит от того, опять же, как она содержится и разводится у заводчика. Это очень основной, очень важный пункт. Так как любое животное, склонное к дикому состоянию, да, аборигенное животное, оно обязательно должно расти рядом с человеком, чтобы понимать свой социальный статус. И, соответственно, чем дальше содержится собака от человека, тем она дальше от него. Чем ближе собака к человеку, тем она ближе к нему. Щенки Сибаи, ну, в идеале, конечно, должны раститься в доме, рядом с человеком, потому что это определит социальную позицию щенка, и с детства будет приучать его к тому, что самый главный и важный человек в его жизни, самое важное существо в его жизни это человек. Человек. он будет выстрелить очень сложно. И, в принципе, до конца в идеале он и не выстроится. Наверное, за всю жизнь собаки она так и будет слегка в стороне находиться. То есть нужно прям, это очень важно понимать, когда вы покупаете щенка Сибаину, вы должны понять, где этот щенок вырос, где он родился, как он содержится. Если щенок содержится отдельно от владельца питомника, то есть в каких-то... Ну, не совсем прям так, но надо смотреть заводчиком. В идеале надо прийти в питомник и посмотреть. Чистый вольер или вольер-дом? Да, да, да. Вольер-дом. Ну, потому что в любом случае, даже если щенки содержатся у заводчика в вольере. Я таких знаю заводчиков, у которых огромные питомники, у них там 60 собак. Но невозможно всех доводчиков привезять невозможно. Просто нереально. Но заводчик берет из вольера, приносит там на кухню, условно говоря, пока варит суп. Эти щенки там у нее там тусят, общаются с щенками. Да, уносит. Там дети общаются, приходят знакомые и знакомые общаются. Ну, то есть щенки не отрезаны от человека. Если у вас щенки живут где-то там на заднем дворе в закрытой комнате и никого не видят, вот тогда будут проблемы. Это все, конечно же, надо обязательно узнавать при покупке щенка. При выборе, так вот скажем, щенка. Если вы определяетесь с выбором щенка, вы просто должны приехать с намерением познакомиться к заводчику, не с намерением купить собаку. Очень часто бывает так. Человек приходит к заводчику знакомиться, уезжает с собакой, потому что он не смог уехать без собаки. Ему стало там жалко, с ребенком он приехал, ребенок уже все говорит, я хочу прямо сейчас собаку, я не хочу ее завтра. Понимаете? А потом, когда они приезжают домой, у них начинаются проблемы. И начинают родители понимать, что не надо было на это поддаваться. А вы куда денете собаку? Уже все, конечно, вернете. Или что, вы снизились? Все, собака уже ваша. И, конечно, с этим можно дальше разбираться, но это плохой вариант. Поэтому лучше понимать сразу, что сначала надо познакомиться. Ну, хотя бы по телефону, хотя бы по телефону познакомиться, узнать, может быть, в интернете какие-то сведения, породные какие-то качества. кого-то пораспросить. Знаете, я вам могу сказать так, что крупные питомники, во-первых, имеют свой сайт, к своему стаду, вот, например, у меня сайт, сейчас вот мы начали переходить на новую платформу, и так он у меня и остался пока в таком. в незавершенном виде. Но в любом случае, у меня там есть контактные данные какие-то и так далее, со мной можно связаться, поговорить. Можно приехать, пообщаться, познакомиться. Но у меня есть страница на Фейсбуке, страница в Инстаграме. Вы можете узнать обо мне информацию. Ну, то есть, если вы там забьете в интернет там Светлана Крузенштерна или там Светлана Есина в заводчик СИБИ, ну, обо мне точно будет какая-то информация в интернете, потому что я активный заводчик, активно участвую в различных мероприятиях. Есть на многих сайтах. Мои собаки тоже есть во многих сайтах. Они выскакивают в Яндексе в виде фотографий, ну, как-то разных подписанных и так далее. Ну, слушайте, наш интернет-мир, он очень тесный. Особенно собачий интернет-мир. И тоже так же о других заводчиках. Ну, то есть, вы можете узнать эту информацию, она доступна. Ее надо узнавать. Есть у нас клуб НКП. Это клуб, национальный клуб породы СИБА. Можно туда позвонить, если дозвонитесь. Ну, как-то дозванивайте. Тоже узнать, посмотреть питомник, есть ли такой питомник, состоит ли он в НКП и так далее. То есть, информацию узнать можно. И она вполне доступна и открыта. Поэтому, когда вы покупаете щенка, вы, соответственно, эту информацию можете получить и принять правильное, грамотное решение. Порода СИБА, у нее характер непростой. И непростой он именно потому, что он легко возбудимый и быстро изменяемый. Поэтому, люди, которые хотят завести себе эту собаку, должны быть готовы работать над собой в первую очередь и проявлять терпение к воспитанию этой собаки. Я уже давно сделала вывод, что когда человек хочет купить с породу СИБА и еду себе, значит, ему есть над чем поработать внутри себя. По-другому это никак не бывает. А скажите, а вы вот так вот, когда приходит к вам покупатель этой породы, вы определяете уже, что вот этот человек именно тот, кто уже на этой породе? Более того, я могу сказать вам так, я очень часто отговариваю людей покупать эту собаку. Потому что я вижу, что они не справятся с ней. И вот по поводу того, что вы говорите, подходит ли собака опытным или неопытным, на самом деле без разницы. Очень часто бывают, что опытные люди, которые считают, что они умеют общаться с собакой, совершенно не умеют находить общий... Потому что они просто так считают. У них стереотип. К этой собаке стереотипы неприменимы никак. Это очень разнообразное животное. Очень с разнообразной психикой, совершенно непредсказуемой. И вот сколько у меня щенков, они все всегда разные. Главное, в определении покупки щенка человек, который его покупает, должен быть готов быть на связи с заводчиком и задавать ему вопросы. Любой заводчик, по крайней мере, в моем окружении, нормальный заводчик, хороший заводчик, он всегда 24 на 7 на связи... Ответственный, наверное, заводчик. Да, на связи со своими владельцами щенков. У меня есть целая группа в этом самом... Господи, в WhatsApp. У меня... Все мои заводчики, все мои владельцы, они все в WhatsApp. Они все в любое время дня и ночи могут мне написать любой вопрос. Я на этот вопрос в любое время дня и ночи отвечу. Вплоть до того, что они могут приехать сюда. Как-то я могу приехать к ним, если они в другом городе, направить их куда-то. Решить абсолютно любой вопрос. И это не только я. Любой ответственный заводчик так поступает со своими выпускниками. И при таком подходе собаку может купить любой. Ну, конечно, когда у нее такая поддержка со стороны заводчиков. Конечно. Если, естественно, человек без поддержки хочет купить эту собаку, лучше не покупать эту породу. И остается один с этой проблемой. Лучше не покупать эту породу. Потому что точно она делает ошибок в ее воспитании. Вот. Поэтому в первую очередь мне когда говорят, кому подходит эта собака, я говорю, если вы будете общаться со мной, кому угодно. то вам подойдет точно. Если вы готовы общаться со Светланой, эта порода вас просто заворажит и станет вашей любимой породой. И вы никогда больше от нее не откажетесь. И станете тоже любителем восточных единоборств и всей восточной культуры. Я бы так не говорила. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Восточных единоборств